всем привет друзья меня зовут эндэндуна и это продолжение видео по прекрасному моду под названием replay мод который предоставляет нам отличные возможности и инструменты для работы с контентом и создания качественных видео по майнкрафту я очень рассчитываю на то что вы уже посмотрели мое прошлое видео либо же просто знакомы с данным модом если же все же нет то милости прошу можете посмотреть мое прошлое видео там я обо всем рассказываю что это за мод с чем его едят и также рассказываю о том как его установить на майнкрафт любой версии сейчас же у нас с вами речь пойдет о том как можно работать с этим модом и делать классные качественные пролетки слушайте я от вас жду лайка и подписки на канал и мы начинаем скажите мне пожалуйста часто ли вы при выживании в майнкрафте находите что-то невероятно красивое или же редкое какие-то невероятные сиды и генерации структуры или просто обалдеть какие красивые виды ведь было было такое и друзья я нашел отличную возможность как можно всем этим поделиться и даже стать очень популярным к примеру вот я столкнулся с просто невероятной генерацией когда в одном месте появилось 2 песчаных крепости да еще деревня как это вообще возможно или же вот выживание мы построили чертову кубачевскую стену и что же нам нужно сделать чтобы всему этому добру просто не пропадать мы все это скриншотим и переходим в описании под видео где находим ссылку на vk сообщества glowstone там мы обязательно подписываемся на группу и можем предлагать любые посты от себя то бишь те же самые картинки и наших построек либо же генераций либо же истории наших выживаний все что вам придет в голову я еще раз напомню что ссылка будет в описании под видео будем рады видеть вас и ваши посты ну что ж дорогие друзья я уже зашел в майнкрафт и готов вам рассказывать о том как работать с этим замечательным модом то есть да я установил себе его на майнкрафт и зашел в свой игровой мир чтобы реплей начал записываться и что же первое мы с вами можем заметить это сразу мы видим индикатор рекординг который нам сообщает о том что реплей мод у нас работает и о том что реплей прямо сейчас записывается примерно то же самое записывается и в игровом чате выдается и реплей мод сообщает о том что запись была начата до довольно полезные информативные надписи но они немного напрягают и чуть позже мы их с вами отключим идем дальше то что нас интересует это при открытии меню escape у нас появились две новых кнопки это пауз рекординг и стоп рекординг которые соответственно позволяют нам манипулировать реплеем и то есть первое пауз рекординг это постановка на паузу то есть если мы нажмем то реплей временно приостановится и запись не будет вестись но знаете то что если мы нажимаем на паузу то запись будет возобновлена в тот же самый файл но если же мы мы также можем до вернуть и обратно чтобы она дальше записывалась но если мы нажмем на стоп то запись прервется совсем и то есть у нас будет записываться по началу записи по нажатию кнопки нас будет записываться совсем другой файл также думаю что вам стоит заглянуть в настройки управления и здесь найти раздел replay mode который у нас добавляется и он добавляет различные кнопки и настройки которые нам позволяют как-то манипулировать но находить в игре нас интересует только одна кнопка под названием добавить event marker то есть событие маркер он стоит на мягкий знак вы также все можете поменять тут все перечитать кстати говоря не обращайте внимание то что мне все идет по английски это не стоит специальная самодельная версия которая ставится на версию 1.16.5 forge если же вы поставите официальную версию специального сайта то у вас все будет по-русски так и в общем нас интересует мягкий знак и что же у нас он с вами делает то есть если вы долго играете в своем мире долго выживаете непрерывно то у вас будет довольно длинный реплей я думаю вы понимаете и если мы нажмем мягкий знак то у нас будет поставлена специальная пометка то есть если мы будем потом просматривать наш файл с реплей модом то там будет стоять пометочка специальный маркер по которому поймем где у нас был интересный момент что касается всех этих индикаторов сообщение о том что запись начата все это запросто отключается в настройках реплей мода сейчас мы до этого дойдем и теперь чтобы нам сохранить реплей чтобы его посмотреть нам нужно сохранить и выйти с нашего мира именно таким образом чтобы у нас точно ничего не сломалось и значит на главном меню майнкрафта на главной экране майнкрафта мы видим что у нас появилось специальное меню специальная панель которая предлагает нам сохранить реплей здесь же сразу мы можем с вами задать название нашему реплею чтобы его потом не потерять давайте примеры подпишу мой реплей и здесь мы также можем у его удалить нажав на крестик дилит и потом прожав дом либо же просто его сохранить но будьте внимательны если вы нажимаете на крестик потом он просто не отжимается не знаки то косяки в интерфейсе и здесь же на главном меню можем видеть то что появилась кнопка новая кнопка реплей в ювер то есть просмотрчик реплея мы ее открываем и здесь у нас появляется интерфейс реплеев здесь мне их куча но у вас он будет скорее всего один или несколько так давайте пожалуй начнем сначала с настроек который нам позволит отключить всю эту фигню с индикацией а мы заходим настройки здесь можно видеть настройку enable notification то есть можем ее отключить и у нас больше не будет сообщений в чате о том что запись была начата также можем отключить индикатор который был слева сверху в углу просто ставим выкол и все работает можете также посмотреть другой по изучать и как-то подстроить все под себя здесь также есть интересные настройки recording сервер то есть запись имена сервера чтобы он не записывался и запись одиночной игры тоже можете для себя все это поднастроить а мы выходим обратно и здесь видим последний наш реплей который я для себя подписал мои реплей мои реплей и начну выбираем и у нас снизу появляется специальное меню специальный интерфейс где мы видим кнопки load ренеем дэлит эдит и cancel и соответственно здесь мы можем переименовать наш реплей указать ему другой куть название допустим переименую до переименовать можем также его изменить что нам позволит его обрезать каким-либо образом то есть сделать его как-то короче и здесь мы также можем заметить то что у нас стоит наша метка которую я до этого тут поставил да и то есть можем понимать что здесь какой-то был интересный момент но все это мы будем просматривать уже в самом реплее так естественно здесь можем также его удалить и просто отменить выйти из этого меню да классно и и значит чтобы нам начать просматривать реплей нас интересует кнопка load загрузить реплей у нас проходит небольшое время и запускается реплей где мы можем наблюдать с вами у обалдеть ребята можем видеть все что у нас происходило до этого то есть я могу видеть все летать в спектрир моде в третьем моде и наблюдать все что у нас тогда тут здесь было и что он сразу бросается в глаза это интерфейс который позволяет каким-либо образом манипулировать с этим всем реплеем давайте с вами разбираться во первых как вы видели я тут сразу поставил реплей на паузу чтобы он тут не двигался дальше нам то есть я сделал это с помощью кнопочки воды паузы да не балдеть тут все разделяется у нас на две части то есть верхняя часть это можем манипулировать с тем что у нас тут происходит в записи а нижняя то что мы будем уже с вами каким-либо образом визуализировать да то есть сверху можем включить реплей как-то его либо ускорить во много раз сейчас увидите что я буду двигаться на буду ведь вот я побежал очень быстро я двигаюсь и в том числе ребят записывают таким же образом различные таймлапсы и пролетки то есть я с вами стою на одном месте а все то что вокруг не находится двигается очень быстро нам это просто невероятно так и что у нас идет далее то есть верхняя панель вы можете каким-либо образом манипулировать перемещаться по таймлайну то есть мы можем вот открыть интересный момент наш который я тут поставил да то есть что такое интересное было но это вариант такой чтобы не напрягаться просто посмотреть что происходило и без каких-либо записей и значит если углубляться и разбираться в том как делать эти все красивые пролетки то у нас подключается вторая нижняя панель и что же у нас она добавляет это во-первых кнопка просмотра всего того что у нас здесь получается такой быстрой визуализации также вторая кнопка это сохранение либо же рендера то есть это уже будет преобразована файл который вы сможете посмотреть у себя на компьютере и так же тут разные keyframe и по позицию по камере позицию и по времени то есть у нас камера отвечает за то что где будет находиться камера в данный момент то есть камер за камеру отвечаем именно мы вот где сейчас смотрю там и будет находиться камера по времени отвечает за то как быстро камера будет у нас двигаться и значит как я обычно делаю то есть я нахожу первых объектах это который хочу я записать например это буду я и уставляю первую позицию где будет камера у нас двигаться и конечно же я ставлю все пока что на скорость 1 и на начальную позицию по времени то есть самое начало реплея где я начал все это записывать и значит прямо здесь в начале я прожимаю это депозитion keyframe по то есть по времени и по камере то есть здесь у нас будет начинаться пролетка камеры отсюда она будет стартовать и после я нажимаю просмотр именно реплея который у нас был записан нажимаем на верхний play то есть вижу то что начинает двигаться я и могу каким-либо образом я переместить эту камеру в положении допустим перемещу его таким образом но знаете что скорость движения камера зависит от временного промежутка то есть если вы хотите чтобы камера шла дольше плавнее то вам нужно убирать более длинный промежуток то есть точнее здесь все зависит от расстояния которое камера должна пройти и от времени за которое нужно это расстояние пройти ну как бы здесь все логично чертова физика и значит я поставил вторую позицию кстати говоря здесь также есть интересные кнопки по повороту камеры которые вы можете найти в разделе replay mode это roll к м в короче вправо влево я это сделаю с помощью кнопок о русская и д русская то есть могу таким вот образом вращать и по по как сказать вокруг своей оси и сделать какой-то такой своеобразный эффект поворота то есть давайте также повернем и в примерно в таком положении я зависну и теперь опять прожимая кнопки от the position keyframe и keyframe time все то есть в этом положении теперь я буду находиться точнее буду находиться не я камера в этот промежуток времени и теперь можем выставить наш ползунок на начало вот примерно таким образом и нажать кнопку play камеры круче визуализируйте эту фигню быстро и посмотреть что у нас вышло от примерно вот такой просто офигеть же ребят таким же образом мы можем добавить и нашу третью позицию допустим я хочу не знаю где ты чтобы сзади была камера находилась к стиму можно переключиться с помощью правой кнопкой мыши нажав на нижнюю keyframe именно по позиция мы по нему правой кнопкой нажимаем и перемещаясь именно я в ту положение не могу не только это было не то было это так нет на по верхнему не завязнять на время тыкал то есть нажимаем на там где камера должна находиться где и выставил я ее и меня перемещает именно туда то же самое могу сделать и по времени я и давайте включим ползунок этот допустим я хочу чтобы камера была здесь денег потом после этого промежутка я давайте включу 5 воспроизведение реплея немного подожду секунд и вот так вот шесть сколько секунд проходит 5 секунд проходит и здесь выставлю давайте первых сброшу положение камеры буквой л русской вот так вот допустим да и здесь выставлю новые новые keyframe выставлю по времени и камере и давайте посмотрим что у нас получилось то есть нас камера плавно движется и кстати будьте внимательны то что они друг от друга зависят то есть он уже заранее начинает двигаться именно в этом направлении но выходит довольно красиво а также эти keyframe и довольно просто удалять просто нажимаете правой кнопкой левой кнопкой нажимаете и по красной этой удалить таким же образом можем записывать все что угодно и включая других игр игроков тоже их всех видно и последнее что я хотел бы вам показать это как сделать своеобразный таймлапс то есть чтобы камера у вас двигалась довольно плавно и медленно а все что происходит в мире двигалась с довольно большим ускорением то есть своеобразная быстрая постройка вот какие видео обычно есть таймлапсы что-то наподобие такого и значит нам необходимо изначально поставить скорость какую мы хотим чтобы во столько раз это двигалась быстрее и далее нам необходимо выставить положение камеры и keyframe и как это все будет двигаться у нас то есть сначала ставим мы начальные то есть камера будет стартовать отсюда и после мы должны выбрать длину отрезка который у нас будет записан например я хочу чтобы он записался и после момента вот то что его отмечал типа интересный момент допустим будет чуть больше 1 минуты вот и я начну убираю положение камера до куда он будет лететь он примерно до сюда войти и вот мы видим то что он уже рассчитал то что это в четыре раза быстрее то есть это все одна минута будет воспроизведена за 17 секунд тыкаем здесь keyframe и и теперь можем отматывать на начало и воспроизвести все это вот мы видим то что уже акс лотарь быстрее в разы бегает и час я тоже побегу наверх и то есть да мы видим то что все это в довольно быстро ускорено ровно в четыре раза и вуаля все прекрасно работает так друзья я здесь упустил одну небольшую но довольно важную функцию которую вам может быть интересно это функция наблюдения за игроками то есть у меня в управлении в майнкрафте в разделе replay mode и есть кнопка под названием player overview просмотры или обзор игроков то есть у меня по стандартам стоит на букву b английскую либо же букву и и то есть я могу нажать на эту кнопку и здесь у нас откроется меню с игроками который у нас находится в поле видимости в нашем этом чанки который мы видим и здесь мы можем что сделать в первых скрыть их чтобы они нам не мешали чтобы их не было видно интересно будет ли видно да к сожалению движение видно это что свет от них исходит но таким образом хотя бы можем скрыть и также можем взять и перейти прямо за них наблюдать то есть мы будем наблюдать дать уже от первого лица что не делают и то есть вот таким вот образом смотрим что они делали что делал я лично и также можем из них выйти с помощью кнопки shift то же самое как и спешиться с коням слезть спешиться и вот так вот можем спокойно выйти все в общем знаете об этой функции и и используйте в общем на этом вроде бы действительно и все если же у вас вдруг остались вопросы то можете задать в комментарии под видео и знаете то что я пытаюсь как-то разнообразить контент как-то экспериментировать импровизировать но как-то запись в реальном времени мне дается не совсем просто но я стараюсь и значит я надеюсь что я вас смог научить научить делать качественный контент по майнкрафту и надеюсь что в ближайшее время на ютубе станет его в разы больше в любом случае буду рад вашим комментариям под видео лайком и подписки на канал также не забывайте про наши соцсети и сообщества glowstone кстати ловите ачивку за то что досмотрели до конца вы молодцы а у микрофона был эндендена я с вами прощаюсь но прощаюсь ненадолго всем удачи и пока